Сегодня мы будем ловить леща на течении, причем ловить не просто так, а на плоские поплывки. Это очень интересно. Приезжая на водоем, на рыбалку, я первым делом обхожу присутствующих на берегу рыбаков и опрашиваю, как ситуация с клевом. При этом я не просто интересуюсь, клюет или не клюет, а спрашиваю, у кого в какое время клевало. И вот интересная картина вырисовывается, особенно типично для этого места. Один скажет, к примеру, хорошо ловилось до обеда, после обеда вообще все умерло. У другого наоборот, до обеда никак, а, скажем, с двух до трех были поклевки. У третьего еще совершенно разные картины. И на самом деле ведь это очень удивительно, потому что как же так? Я по своему большому опыту, особенно по спортивному, там это прекрасно видно, знаю, что если рыба клюет на данном водоеме, она синхронно клюет у всех. Ну, хуже или лучше. А, конечно же, объяснять все это очень просто. Идет стая леща, активно или неактивно, неважно какая стая крупных лещей. И вот представьте, человек на фидер, забросит там 3-5, ну пусть даже 10 кормушек. И лежат эти там 5-7-10 кучек маленьких корма на дне, подплывают стаи леща. И для этих огромных пылесосов эти 5-7 кучек – это просто ничто. Он их буквально там за считанные минуты сметает, остается ровное чистое дно, и он просто уходит дальше. Но с нами сегодня такой фокус не пройдет у леща. Чтобы успешно ловить леща на течение, прикормки должно быть много. И она не обязательно должна быть очень дорогой, но достаточно качественной и в большом объеме. Сегодня я использую один пакет качественной собственно лещовой прикормки, один 3-килограммовый пакет базы и полутора килограмма готовой увлажненной прикормки с консервированным опарышем. Все это увлажню, замешиваю, но самое главное – все это я упакую в мощную матрицу из грунта. Порядка 12-15 литров грунта. Все это я закатаю, сейчас покажу, по-разному увлажню. И тогда у меня получится долгоиграющий, мощный, очень активный для леща закорм. В увлажненную замоченную прикормку она минут 15-20 постояла, водички набрала, насытилась. И теперь я в нее добавляю заранее заготовленный грунт, такой мелкий, рассыпчатый, хороший, в меру липкий, в меру клеящий, хорошо размывается, хорошо мутит. Добавляю вот 2 третих большого ведра грунта. Все это перемешиваю, и из этого вкуснейшего удовольствия я начну лепить большие шары прикормки. При этом часть шаров я сделаю почти рыхлыми, маленькую часть, чтобы они сразу начали работать. Часть шаров будет примерно 1 треть средней клейкости. Это в процессе до увлажнения эта клейкость будет увеличиваться. И 1 треть шаров я сделаю очень плотными, очень липкими, очень тяжелыми, они будут долгоиграющими. И вот какую изумительную картину глазами леща мы увидим на дне, на нашем прикормленном месте. Лежат, каждый большой шар распадается в конус, первые конуса уже распались, полностью размылись, и от них, собственно, часть предыдущих лещей уже прикорм из них выявила, от них остался только, грубо говоря, запах. В них особи копаются, но ничего не находят. Тут же между ними лежат шары среднего степени действия, которые распались частично. В них уже предыдущие лещи, скажем, самых вкусных опарыш уже съели, но частички прикормки крупной фракции там еще присутствуют. Это как бы средней вкусности. И, наконец, тут же присутствуют только что начавшие размываться тяжелые липкие шары, в которых наиболее хитрые и счастливые лещи найдут самих опарышей, самый вкусный компонент. И вот когда все это трехкомпонентное по разной степени вкусности присутствует в одном месте, ну, представьте себя лещом, уйти с этого места просто невозможно. Он будет копаться, крутиться, и так или иначе нашу наживку тоже найдет. Итак, вот первые шары, самые легкие. Это как бы первая фракция для быстрой активной работы, которая должна быстро размыться. Чтобы получить шары второй категории, средней продолжительности работы, я прикормку доувлажняю. Вот, уже стало все гораздо липче, тяжелее, воздуха меньше, но и распадаться будет дольше. Задача уйти шара другая. Та, о которой я говорил, они должны быть в средней степени размытости. Из них уже более шустрые особи опарщи съедят, а частички самого корма еще будут оставаться. Для менее удачливых особей. Ну и, наконец, третья порция. Уже очень сильно я ее увлажнил. Она стала совершенно липкой, практически как липкая глина. Но, тем не менее, я знаю, что очень, хотя и медленно, но постепенно она размываться будет. Долгоиграющие шары третьего сорта. И хитрость у нас в чем получается? Место овли у нас не очень глубокое. Лещ на мелких местах чрезвычайно пуглив, даже крупный. А при такой системе закорма нам не будет необходимости ее докармливать. Когда стая подойдет, вот эти три вида шаров разной скорости разбыва, ее задержат и без того надолго. Мы не будем ее докормом распугивать. Будем уверены, что на протяжении всей рыбалки вся наша прикормка непрерывно работает. Я думаю, и лещу это должно очень понравиться. Прикормку мы приготовили. Теперь нужно загрузить нашу лодку и вперед в бой. Два слова о якорях. Всем рекомендую вот не обычный рожковый якоря, а вот такие тарелчатые. Как показал практика, в 95% случаев на совершенно разных грунтах они держат гораздо надежнее. Когда мы ломаем с лодки, даже в растяжку хорошо встали, но проходит катер, баржа или там какая-то приливная волна от ветра пошла, лодку качнет. Но даже если один раз качнет, даже вот такая, ну скажем там, 200-300 килограмм грузоподъемность, но чисто физически легко показать, что даже приподнимаясь на 15-20 сантиметров, на каждой из якорных веревок усилий будет больше 100 килограмм. И этого достаточно, чтобы наш хорошо заглубенный впившийся в грунт якорь, он сдвинулся. Он сдвинулся и все пошло на смарку. Волна прошла, и лодка получает вот эти 2 сантиметров люфта, и вся у нас рыбалка сбивается, лодка начинает болтаться. Я сделал такую простейшую и очень эффективную вещь. В несколько раз сложная обычная толстая резинка для донышных амортизаторов. Я ее свил в такую косичку, в несколько ниток, и на веревке ее закрепил на узлах. И что у нас получается? Когда волна подняла лодку, то у меня не груз потянул якорь, а просто растянулась эта резинка на эти 15-20 сантиметров. Это более чем достаточно. Волна прошла, и эта резинка вернула лодку точно в исходное состояние. Лодка опять стоит как вкопанная. Ну, вперед. Что у нас, интересно, за денек сегодня выдастся. На большую растяжку ставлю якоря. Чем длиннее растяжка, тем устойчивее лодка, конечно, стоит. Лучше не полениться потратить несколько лишних минут, но зато все будет надежно. И теперь кормовой. И вот это характерное движение. Даже установка на якоря в предвкушении рыбалки доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Носовой якорь фиксируем. А за кормовой поставим растяжку. И вот видно, что за фиксированной точкой у меня не жесткая резинка, веревка стоит якорная, а она стоит с усилием как раз на амортизаторе. Вот этот ход амортизатора позволяет нам гасить любую волну. Все надежно, очень удобно, комфортно и замечательно. Лодку у нас качаться не будет. Ну, собственно, точку мы выбрали. Здесь как раз начинается свал, идет берег, потом ступенька, потом начинается опять пологое дно. И как раз там, где пологое дно начинает выходить на подъем, это идеальное место для ловли, как раз мы его и закормим. Уточка у меня длиной 7 метров. Для глубины у нас примерно 3 с хвостиком, на 7 метрах от берега, еще со смещением. Я не думаю, что леща это будет пугать. Часть шаров чуть ближе поплавка, буквально на 30-40 сантиметров, на конец свала. Но в основном все нужно кидать так, чтобы они его везли ткучно и как раз в район поплавка. Ну, конечно, шар может и в поплавок угодить. Если вы чувствуете, что он подлетает именно в поплавок, лучше поплавочек немножко в сторону отвести, с тем, чтобы антенну, конечно, не разбить таким шаром. Итак, как я сказал, ловлю на 7-мм удочку. Удочка с кольцами, проводочная или баллонская по-другому. Основная леска у меня 0,15, а поводки 0,11-0,12. Но самая изюминка нашей ловли сегодня в том, что у меня будет не обычный поплавок, а плоский. Надеюсь, что так или иначе наша прикормка сегодня лещей к нам соберет. А пока расскажу, собственно, о поплавках. Плоские поплавки, у них много конструкций. Я тут взял какой-то определенный набор из запасов. Но принцип у них один и тот же. У них тело не круглая бабушка, как у обычного поплавка, а именно плоская, тонкая. И весь смысл в том, что, скажем, вот этот 15-граммовый поплавок для огрузки в 15 грамм. Но на течение, чтобы остановить оснастку на, скажем, большом губе на сильном течении, например, на нижнем или среднем течении ОКИ, потребуется аналогичный поплавок в 20-30 грамм. Понятно, что наша снасть получается легче. Лобовое сопротивление испытывает меньше, чем круглый поплавок. И за счет этого снасть получается гораздо более чувствительной. Кроме того, у этих поплавков, как видно, у всех конструкция такова, что когда антенка вертикальная, киль идет под определенным углом. Вот примерно на течении под этим же углом у нас идет и леска. И таким образом, видя положение антенки, такой или такой над поверхностью, мы примерно представляем, на какой угол у нас отгибается леска. Собственно, мои поплавки отличаются в магазинах только материалом. Если магазинные поплавки сделаны из пальца, то мои из пенопласта. Они абсолютно надежные. Никакая микротрещинка и пенопласта не страшна. Он никогда не потечет. Всегда имеет одну и ту же грузоподъемность. А, конечно, пальцы и поплавки нужно пролачить. И периодически, раз в сезон, вот эти места крепления килья и антенны нужно либо клеем, либо эпоксидкой лучше укрепить. Но лещу, конечно, абсолютно безразличный материал наших поплавков. Ему главное, чтобы насадка неподвижно лежала на дне, чтобы снасть была чувствительной. И как раз благодаря плоскому поплавку мы все это удовольствие ему и доставляем. Конечно, как вы поняли, смысл у этих поплавков в том, чтобы ловить на неподвижную оснастку. Удочкой я снасть держу неподвижно, поплавок дает маленькое сопротивление, леска идет под определенным углом, подпасочек находится вблизи дна, насадка точно фиксирована на дне, лещ это очень любит. Если надо, по прикормке, немножко стравливая удочку, либо леску с катушки вперед-назад, я могу облавливать какую-то линию на прикормленном пятне. И все это происходит легко, комфортно, удобно, даже невзирая на сильное течение. Ну, собственно, что, за нашими длинными разговорами, я думаю, лещ уже хотя бы одна стайка проплывала. Если она проплывала, наверняка она остановилась. Мы это сейчас и проверим. А ловить я сегодня буду на одного парша. Специально не взял никаких звездочек, никаких макарон, даже мотыля не стал брать, хотя я без мотыля обычно на рыбалку не езжу. Я уверен, консервированный опарыш вкупе с хорошей прикормкой соберет леща, и принцип такой, что рыба ест из прикормки, на то она с удовольствием и клюнет. А парыш, если не считать мотыля, это самое вкусное, что только для леща может быть. Поэтому я, чтобы не был соблазна, мотыля даже не брал, буду ловить сегодня только на парыша. Но на парыш я был как на живого. И хоть я и сказал, поводок 0,11-0,12 планируется, потому что здесь все-таки лещи за килограмм, это обычное дело. Но вот сейчас для начала я поставил 0,1, очень хорошая японская леска, и я думаю, с катушкой нам этого будет достаточно. Вот такой аппетитный комочек. Три консервированных опарыша и парочка живых. Забрасываем в произвольное место, леску подтягиваем, чтобы свист был метр два-три до кончика удочки, и течением поповок точно встает в нашу прикормленную точку. Вот антенка практически вертикальная, значит, мы взяли правильную грузоподъемность поповка для этого течения, для этой глубины, и поповок стоит как вкопанный. А насадка неподвижно лежит на дне. Ну, конечно, понятно, что при таком способе ловли ни о каких двух, а уж тем более о трех удочках речи быть не может. У нас просто не хватит внимания для контроля за поповком, а самое главное, что на одну удочку, вот именно такую, мы поймаем рыбы гораздо больше, нежели мы расложим их в пучок. Ага, давай-давай-давай-давай. Вот, была поклевочка хорошая, но бросил. Какой-то привереда, видимо. Ну и, конечно, на рыбалке, чем больше вы поэкспериментируете, тем лучше, вот с той же проводкой. Как бы классика, база, это у нас стандарт, это останов в точке, но потяжечки, проплывы, приостановы, все нужно пробовать и экспериментировать. А рыба вам сама подскажет. Она, может быть, в этот час клевать именно неподвижная, а потом там с погодой, с солнцем, с облаками, или еще с чем-то, с уровнем воды, с течением, у нее настроение изменилось, и неподвижная ей не нужна, а нужна пробующая. Эту не угадаешь, и только попробовав, можно найти к ней ключик в каждой конкретной ситуации. Есть контакт. Хороший контакт. Хитрющий. На струю ушел, знает, что там ему легче, а мне сложнее. Единственное, в лодке, конечно, подсочек длинный и неудобный. Мы и с коротким подсочком управимся. Была бы рыба, была бы рыба, а подсочек найдется. Вот она, красава какая. В косточку попал. Чистое золото на солнце. Фантастика. До чего хорош. Изумительная рыбешка. Иди, парень, в садосик у нас. С одной стороны, полагается, при ловле леща, когда первый пойман, сделать паузу, причем большую, чтобы стая успокоилась, собралась. Но, зная повадки местной рыбы, я знаю, что в стае она очень активная, очень смелая, и я уверен, что на нашей прикормке стая будет стоять, и поимка одного, нисколько остальных собратьев не должно насторожить. Я уверен, что и остальные тоже там присутствуют. О! При подсечке как будто бы в пень подсек. Стравливаю, стравливаю леску, потому что на пределе нагрузка чувствую. Пусть уж он уйдет, и я его потом подтащу. Тут главное быть уверенным, что прочности повадка достаточно. Я его чувствую, он меня чувствует. Сейчас он уже всплыть должен. Вот он. Ух, какая спинка замечательная. У-у-у! О! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Пошла вторая серия. Вторая серия. Но популок-то не топи. Все. Сколько же удовольствия он дарит, а? Осознание того, что оснастка тонкая. Сейчас я его... Давай, приятел, давай, глотну ведь уже, давай. Уже пора. Надо лески побольше отпустить, чтобы он легче шел. Все, вот сейчас он дышит, он уже ничего не видит. Этим надо воспользоваться, пока он не пришел в чувство. Не дать ему воды. Трофеечек знатный, однако. Ну-ну-ну-ну-ну, хороший-хороший. Все-все-все-все-все-все. Раньше надо было соображать. Теперь уже поздно. Что у нас происходит, а? Какие еще в наших реках живут просто... У меня нет эпитетов, чтобы охарактеризовать такую чудесную рыбу. Мы на нашей любимой оке уловим таких изумительных лещей. Конечно, после такого трофейного экземплярчика адреналинщик Сдуарова в организме выделяется. Так, засекся, приятель. Ну, этот, видимо, самый хитрый попался. Этот сразу перпендикулярно и на стремнину. Ну, как всем хорошо известно, лещ силен, конечно, на первых рывках только. Эти первые рывки нужно ему обязательно сдемпфировать. Обязательно должна быть катушка с хорошим запасом резки. Потому что если очень большой трофей попадется, обидно будет. Если лещ засекся за кончик губы особенно и в нервное волокно крючок не попал, он боли практически не чувствует. А тело у него мощное. Площадь тела большая, хвост мощный. И в моменте он может развивать просто колоссальные усилия. Сейчас появится. Вот она какая. Исполинская просто. Недаром такое усилие было. Сразу чувствовалось, что этот боец просто так не дастся. Огромный просто. Обратили внимание. Мелких нету совсем. То есть стаи особи, видите, какие крупные. И мелочь к ним даже боится присоседиться. И что интересно, поскольку снасть у меня чувствительная, насадка контролируется. Это вам не фидер с метровым, полутораметровым поводком, когда зачастую идут заглоты, и рыбу очень жалко. А здесь все. Началась поклевочка. Я подсек. Он не чувствовал сопротивления легкой насадки. Взял ее в рот, губы сомкнул. Я сделал подсечку. Леска сквозь сомкнутые губы протянулась. И четко в губы впилась. В самое надежное место. И ему не больно. И очень все надежно. Даже небольшой крючок. Отлично держит такую шикарную рыбешку. Но, само собой, это временных пристаньщик. Конечно, мы их всех, таких красавцев, отпустим на волю. Топит, 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 топит. Есть. Поменьше. Но боец речной лещ – это феноменальный боец. Сейчас появится уже. Иди, парень, иди, парень, иди, приятель, к нам поближе. После подсечки сразу шпуль освободил, с точки он ушел, а уж там вдали пусть гуляет. Ну, как поменьше. Поменьше, конечно, но все относительно. К хорошим быстро привыкаешь. О, какой хорошенький тоже. Ой, какой замечательный. Ну, что сказать. У нас поклевки идут практически непрерывно. Явно лещ стая, причем хорошая, встала на нашу прикормку и уходить никуда не собирается. И, по сути, вот при таком темпе ловли стая большая, причем к этой стае может и вторая, и третья подплыть. И пока они все эти шары не разворошат, а тяжелые они очень долго не разворошат, они так и будут клевать. Ну, конечно, зачем заупотреблять таким удовольствием? Мы получили и так море положительных эмоций. Я думаю, надо уметь, как всегда, вовремя остановиться, оставить удовольствие на будущее, а воспоминаний об этой рыбалке нам и так хватит надолго. Ну, по количеству трудно сказать, но, думаю, не меньше 15 килограмм-то здесь у нас набралось, конечно. Вот они наши сегодняшние красавцы. Ох, какой замечательный. Все как на подвож. Ну, не будем всех мучить. Что ж, дорогие друзья, вот вы воочию убедились в волшебной стиле приконки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok